Ульяновская область вошла в топ-5 субъектов страны по углубленной диспансеризации. В регионе подвели итоги работы сферы здравоохранения за прошедший год. В 2021-м медики, как и все остальные, продолжали работать в режиме пандемии. Но главный успех, по мнению главы регионального Минздрава, это не уход с головой только в COVID-19. Даже при сложной эпид-обстановке удавалось оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь. Ее получили почти 12 тысяч человек. Это на 9% больше, чем в 2020 году. Вторая очень важная история – это оказание именно экстренной скорой неотложной помощи. Были мобилизованы все возможные резервы, в том числе подключена неотложная медицинская помощь, были включены максимальные поликлиники, была подключена скорая помощь. То есть, по большому счету, мы не провалились экстренной медицинской помощи. В прошлом году в медучреждения региона трудоустроились 477 врачей и 886 средних медработников. Тем не менее, дефицит кадров остается. Как и сбою в работе первичного звена и невысокий уровень цифровизации отрасли. О проблемах в сфере и дальнейших планах на пленарном заседании внимание заострил губернатор Алексей Русских. Мы продолжим работу по модернизации лечебных учреждений в сфере уровней, ремонт больниц и строительства новых, а также их оснащение современным оборудованием. Активизируем реализацию программы по развитию первичного звеназного охранения. Общий результат, который мы должны получить от всех этих действий – повышение доступности и качества оказываемой медицинской помощи. Так планируют построить 6 ФАПов. В Ульяновскую поликлинику номер один, к примеру, закупит 12 единиц медоборудования. А в детскую областную больницу – 154 новых аппарата. Также региональный Минздрав намерен объединить 15 больниц в 5 межрайонных медицинских центров. В качестве пилота в 2022 году выступит Новоульяновская городская больница. Здравницу объединят с Теренгульской и Сенгелеевской больницами. 17,6 миллиардов направлено на финансовых средств нашей медицинской организации. Это плюсом 2,4 миллиарда к уровню прошлого года. То есть практически на 16% рост. И нам удалось дополнительно привлечь федеральных средств в сумме 1,9 миллиардов. Что также повлияло на стабильность финансовой и устойчивость наших медицинских организаций. А вот кредитурская задолженность по госучреждениям снизилась за год на 421 миллион рублей. Ринат Алиулова, Сергей Кудаков, Уллправда ТВ.